Блев-клуб Эльдо-Радио Очень приятно, поздравляю действительно с этим юбилеем, мне также приятно, что с этого года Блев-клуб тоже вместе с вами по субботам в эфире вашей радиостанции с 14 до 15 часов мы обманываем, обманываем наших петербуржцев, которые гуляют в это время по магазинам, но на самом деле... И ты их в это время обманываешь? Да, 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 и я их в это время как раз обманываю, но на самом деле, то есть я тоже, мы же ведь получается, что вроде как бы коллеги, я хотел бы спросить, вот сегодня будет играть диджеи радиостанция, вот веришь ли ты, что теперь у вас в штате радиостанции будет еще и обезьяна диджей? Не верю Не веришь, а зря, потому что я с большим удовольствием... Я не знаю, там в штате, за штатом она будет, но вот эта вот действительно симпатичная обезьяна, а что, она вот сейчас начнет говорить и будет еще и петь как раз по... И ножками еще Вот У вас, кстати, звучит эта песня? Да Оля, это вам! Подарок! По случаю юбилея и еще один новый диджей, ну такой немножко одну и ту же песню поет, но ничего Ну ничего, Сережа, скажи, пожалуйста, а веришь ли ты, что теперь утреннее шоу будешь вести ты и каждый день будешь работать в эфире Ледорадио с шести утра, а не по субботам? Шести утра? Да, и каждый день Вообще еще никто не говорил про это, поэтому я что-то сомневаюсь, Оль Не веришь? Не верю И правильно делаешь, работай по субботам Лучше буду спать все-таки Ольга Масалова, пожалуйста, Оля, занимай место за нашим игровым столом, цветы, цветы тоже нужно взять с собой С большим удовольствием сюда за игровой стол нашего клуба я приглашаю диджея Эльдорадио Ольгу Шмелеву Я такое впечатление, что вообще на радиостанции работают только одни, Оля, нет? Нет Ну, на самом деле, я вот несколько раз был, если можно так сказать, в офисе, да, наверное Вот, и обратил внимание, что практически любой диджей, он обязательно работает с компьютером, да, то есть сам выбирает, как бы, ну не сам, может быть, выбирает, но выбирает музыку, то есть что-то рекомендует, что-то выясняет Поэтому вы хорошо должны знать английский язык, вы должны хорошо знать компьютер Действительно знаем английский язык, да? Потому что у меня подарки у вас будут как раз, они будут способствовать изучению... Мой мнение с Ольга Да Давай английский на высоком уровне Оль, ну, на самом деле, вот мышка, да, понятно, что такое мышка у компьютера, да? Да, это коврик у нее, тапочки Коврик, тапочки, да Так вот, веришь ли ты, что вот существуют радиомышки? Радиомышки? Верю Веришь и правильно делаешь, потому что вот такого очаровательного мышонка, я тебе дарю, сейчас мы его включим, и вот он пока, вот тут нужно Чудеса техники Это... Сумасается Кстати, была классика, в конце каждого часа на Эльдорадио, по-моему, как раз сейчас конец часа, и как раз она действительно играла Это, Оля, тебе Вот такой вот очаровательный радиомышонок Оля, пожалуйста, занимай место за нашим игровым столом, а я с большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего блевклуба приглашают диджея Эльдорадио Романа Емельянова Роман, добрый вечер Я хочу сразу сказать, что у меня, как ведущего утреннего шоу, особенно приятно было услышать розыгрыш моего генерального директора О том, что ты можешь появиться в это время Не-не-не, я обычно в это время как раз сейчас сплю, Роман Ну, на самом деле, вот юбилей, действительно, всегда приятно делать подарки, да, вот игрушки Смотри, вот сегодня у Оли, мышонок, у Оли, вот еще новый штатный сотрудник, вот этот вот мышонок, который мальчик хочет в Тамбок Да, но у него репертуар гораздо разнообразнее, чем у меня, ну да Вот, но на самом деле, вот я тоже хотел бы тебе сделать подарок от рекламного агентства Подложить свинью мне Да, подложить свинью по поводу утреннего шоу Но веришь ли ты на самом деле, что вот эта свинья, она сейчас просто похудеет прямо на твоих глазах? Нет Не веришь, а зря, потому что вот тут у нее, там где брюхо, у нее есть такая штучка, мы ее развязываем Потом отсюда вынимаем вот такую вот пипочку, вот, и свинья, сейчас зубами, извини Очень эротично Она выпускает воздух, вот, и теперь свинья, она прямо вот взяла и похудела прямо, Рома, на твоих глазах И теперь это уже никакая обрюзшая свинья Обрюзшая свинья, спасибо Подложил ты мне обрюзшую свинью Да, 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 ее можно надуть, в принципе, смешная штучка На самом деле, я тебе тоже подкину сейчас свинью тогда, веришь ли ты, что вот эта вот кружечка такая, кружечка, она белая Белая, белая кружечка Нет, она черная шишка Белая, белая Она белая, на самом деле, тут мне должны были помочь поднести воду Ага Сейчас покажу фокус, прошу взять крупным планом А это ваши сотрудники? Нет, это ваши сотрудники Да? Обалдеть, я думаю А вы наша сотрудница? Конечно А как вас зовут? Еще больше, лейте-лейте Лейте-лейте Что жалко, что ли? А как вас зовут? Юля Юльска, спасибо большое, я так люблю кипяток Обалдеть Вот это все сейчас происходит прямо на ваших глазах Это не реклама, это действительно круто Это не реклама, это очень дорогая реклама, это вам Это очень круто, спасибо большое, действительно, сегодня Эльдорадио 5 лет Ура! 5 лет в эфире История очень простая Несколько раз в жизни мне довелось быть членом жюри такой замечательной телевизионной передачи, такого конкурса, как «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым Очень хорошая всегда была компания, замечательные люди в жюри, известные музыканты, артисты, композиторы В театре Советской Армии В театре Советской Армии снимали, да, рядом с Цветным Бульваром Всегда было очень много приятных и полезных знакомств И вот как-то раз мне повелось познакомиться с одной замечательной молодой нашей отечественной певицей, очень известной сейчас Я не буду называть ее имени, потому что не хотел бы компрометировать Лучше бы назвать, потому что вдруг уже не молодая Нет, еще молодая пока, да, и еще известная, что самое главное Именно поэтому и не называю Да, сейчас мы с ней в очень хороших приятельских отношениях Когда я приезжаю в Москву, мы с ней встречаемся Но тогда это был первый день знакомства, закончили съемки программы Мы пришли в гримерку, отметили окончание, естественно И познакомились, она обратилась ко мне с такой просьбой Говорит, Ром, ты классный парень, актер, у тебя должно получиться Не мог бы ты мне помочь? Я говорю, пожалуйста, я красивой женщине всегда, чем угодно Она говорит, понимаешь, вот сейчас мы отработали номер У меня соло-гитарист, он температура под 40 Он слег совсем, его забрала буквально сейчас скорая Он домой уехал болеть А у нас через час концерт в клубе Не мог бы ты, понимаешь, мы работаем под минус Минус это когда, значит, певица споет живую, а музыканты играют под фонограмму То есть как бы подставные музыканты? Подставные музыканты, нет, ну все как бы настоящие Все настоящие, но делают вид на самом деле Я просто видел, иногда с очень многими мужчинами выходят такие красивые девчонки И они играют на клавишах, на гитарах Вот да, я должен был такой красивой девчонкой быть Подстава, понял Вот, и она говорит, вот соло-гитарист болел, не мог бы ты там Ну это все очень просто Делаешь вид там А соло это 6 струн, да? Соло это 6 струн, это солирующие партии Да, 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 да Говорит, мы тебе заплатим за концерт Ну немного, потому что Ну нормально, нормально За соло? Да, и вот поехал я в этот клуб и исполнил несколько соло-партий И был одет в кожу во все, значит, в темных очках, естественно Да Да, и получил деньги потом, заработал Даже цветы мне после концерта подарили Веришь ли ты в эту историю? Ром, я тебе верю Вполне возможно Итак, роман Оли Там есть один неон, что все деньги заплатили Это правда, это правда Я с большим удовольствием Ну вот, генеральный директор подтверждает свой статус 5 лет в эфире Историю будет рассказывать Оля А вот на шестерку нужно спеть У нас обычно или поют, или танцуют, или читают стихи Ну, я не знаю, прозу Споем Споем? Да Легко? Фанера нужна? Фанера? Роман, соло-партий Это без вопрога совершенно Он не очень соло-гитарист Тихо-тихо, он же денег не заплатит, вы что ли А можно показать знания английского языка? То есть на английском? Соммер-тайм When you're living is easy Fish are jumping When you're cutting is high Daddy's rich When your mommy's good looking Baby So harsh Little baby Don't you cry Вау Ольга Шмелева, спасибо большое Ну что ж, замечательно В прошлом году у меня был очень большой перелет Я улетала в отпуск в Австралию Немножко поучить язык, немножко отдохнуть Поскольку станция переезжала Это вот в Сидней, да? Да, да, да Олимпийские игры Да, нет, Олимпийские игры были в этом году А я летела в прошлом году У меня был очень тяжелый рейс Я летела в Петербург, Амстердам, Амстердам, Милан И Милан, Сидней В принципе, Австралия в другой стороне находится Ну летят, почему-то здесь через Амстердам Хорошо, я-то географии не знаю Я-то теперь знаю, как к этой истории относиться, да? Нет, если вот Петербург здесь Австралия там То Амстердам вот здесь А лететь можно только через Амстердам Обалдеть Вот так Королевские авиалинии Они летают через Амстердам Любят они Мы простых путей не ищем Да, мы простых путей не ищем И ситуация была следующая Что я прилетала в Амстердам Должна была ночью одну ночевать в Амстердам А потом у меня в 6 утра был рейс в Милан А уже дальше в Сидней Я попросила в туристическом агентстве Я говорю, ребята, ну города я не знаю Или чего я первый раз Поэтому давайте мне отель где-нибудь в гости В аэропорту Ну они сделали все очень хорошо И отель был действительно в аэропорту Только был один маленький нюанс Что до этого отеля нужно было ехать минут 10 на автобусе Дороги хорошие в Амстердаме И за 10 минут автобус достаточно далеко улетел Но это был тем не менее отель вот при аэропорту Просыпаюсь я с утра в 5 утра Все замечательно Ни одного такси, ни одного автобуса Вообще машин нету Трассы где-то метров в двухстах Совершенно непонятно, что делать Но мне говорят, ничего страшного Не волнуйтесь Сейчас придет ваш автобус И все будет в порядке В общем, автобус приходит Едем мы, оказывается, не 10 минут, а 20 минут Потому что обратно он ушел уже другим немножко маршрутом Они же по кольцу там ходят Ну они по кольцу Он куда-то заезжал И он еще не проснулся В общем, едем мы едем И приезжаю я где-то за полчаса до вылета самолета А я тогда еще не знала Вот сейчас я теперь очень хорошо ориентируюсь В амстердамском аэропорту Что это один из самых крупных аэропортов И он расположен У него такие как рога Вот эти выходы Гейт В общем, я узнаю, где гейт мой Ну все просто, понимаешь, цифры Все написано Кто, прости? Выход Гейт 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 А по-английски Экзит Экзит Да Ну вот Ну сегодня вы будете знать английский хорошо Да, сегодня выучил Не то слово Ну вот, и получается так, что У меня 73-й выход 71-й есть, 76-й есть А 73-го нету До самолета остается 10 минут 5 минут Понимаешь, я уже понимаю Что весь мой отпуск летит в Тар-Тарары Что больше такой связки у меня не будет Что кенгуру уже не увидеть Да, что кенгуру где-то меня На самом деле отпуск в Амстердаме Это тоже неплохо Отпуск в Амстердаме очень неплохо Но как-то были другие планы Хотелось бы попасть Ну вот, а по этому большому аэропорту Ездят такие маленькие автобусы электрические Там кто-то убирает Кто-то развозит какую-то Ну что-то где-то как-то Такие кары, да? Ну, они не кары Они как маленькие букашки такие В общем, я понимаю, что я уже опоздала безвозвратно Думаю, ну я найду этот выход А там есть еще один нюанс Там есть такие двери, которые К ним надо подойти Тогда они срабатывают Понимаешь, ну если ты стоишь метров за 20 То ты не видишь, что это выход Это просто абсолютно такая сплошная дверь Ну и что? Ты же не побежишь к дверям Ну нету, нету выхода В общем, в конечном итоге Я понимаю, что 10 минут назад Мой самолет улетел Я останавливаю этот кар Сажусь там с какими-то швабрами рядом Я говорю, вот 73-й, поехали Они меня довозят Я вижу совершенно уникальную картину То есть стоит стюардесс И стоит полиция Понимаешь, они где-то метров за 20 Мне кричат О, Масалова! Понимаешь, начинают бурно аплодировать Мне кричали Масалова, Эльдорадио? Нет, Эльдорадио Мне не кричали Но закричали они очень громко Действительно, под аплодисменты Я вошла в самолет Веришь, Лид? Красиво Красивая история Красиво Красивая история Красивая голландская, нидерландская история Да, амстердамская С таким нероссийским оттенком Да, да, да Я верю Я верю Так, Роман верит А И правильно, и правильно делает И зарабатывает второе очко Вот это вот яблоко Все просто У меня там был чемодан, Сережа А, то есть они просто фамилию прочитали? Они прочитали Через чемоданом надо искать Им этого очень не хотят А у нас бы не искали Да, у нас бы и не встречали Пять лет в эфире Эльдорадио Прогуливаюсь я как-то По египетской пустыне Уже не... Ну да Нет, это было правда Я поехала в египет Гуляем по пустыне Натыкаемся на целый Караван этих бедуинов Бедуинов Нет, бедуинов Живут они там Все у них хорошо И мы туда приходим Ко мне вдруг подбегает Маленький, сухенький такой Бедуинчик Черненький, старикашечка Такой... Просто он мне там По плечам Но в белом Но весь в белом, да По белому роялю Он такой... Он очень... Очень был такой Энергичный Импульсивный И что-то мне... Бла-бла-бла-бла-бла На своем языке А с нами был гид Гид мне переводит Говорит, вот... Он говорит, у вас Северная звезда! Здравствуй! Хочу на тебя жениться Хочу взять тебя четвертой женой Себе И предлагаю тебе 900 верблюдов Колым Я думаю Минут пять 900, говорю, мало 900 много Мало, говорю, мне Мало 900 Ну он маленький, старенький Черненький Маленький, старенький 900 верблюдов Ну он маленький Стань Ну... Потеряю подножку Думаю, нет Не, не то И... Ну, передаю это Он... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Северная звезда Северная звезда! Две тысячи верблюдов Это много Это много Это все верблюды? Я уже, да Это все верблюды Которые были в пустыне У них вообще Так-то я Долго крепилась Я подумала Вот сколько будет верблюдов У меня дома Это моим родителям Колым Думаю, радостно Две тысячи придут туда К нам в Копчино Все... Ну вышла замуж Нет, я отказала Они не моются никогда Верблюда? Верб... Бедуины Бедуины Там просто воды нет Поэтому... Речка одна На всю страну Я верю Я верю Я верю Это правда Это правда, Роман Я поздравляю Пять лет в эфире Это радио Роман, вновь самая старшая карта Теперь уже в прошлый раз Оле к генеральному Теперь Оле к будущему генеральному Ой, забыл Оппозиция Ты смотри дома Оппозиция Вот у меня карта А история такая История такая Есть у меня игра Пятый факс Все ее, наверное, знают Игра, в которой мне присылают Факсы люди А я Если ваш факс пришел пятым Я к вам приезжаю с пирожными Абсолютно бесплатно Вкусные пирожные На весь офис На всю контору привожу Это утром, да? Утром, да, по утрам Это когда ты спишь Это когда я сплю Я теперь тоже буду Факсы слать Вдруг пятый Я эту игру никому на работе не рассказывал, если честно Поэтому тебе сейчас смело ее могу рассказать Эту историю, которая произошла Потому что стыдно Я приехал в одну фирму Везде встречают очень по-разному Очень хорошо Дарят какие-то подарки Наливают Все, все чин-чинарем Хорошая программа Хорошая программа я себе придумал Жрабельная Давай работать Но пирожные я есть уже больше не могу И вот я приехал в одну В один автосалон В автосалон Большой такой Автосалон Где меня тоже чудесно встретили Налили чаю Мы попили пирожных Мне подарили там Ручки Всякую свинирную продукцию И когда я уже прощался Мне говорят А вам Просила Передать привет Наш генеральный директор Я говорю Да Вспомните там Наталья Николаевна Иванова К примеру К примеру Я говорю Я первый раз слышу Что такое Она говорит Вот она просила вам Передать визитную карточку Но чувствуешь себя Безумно неудобно Потому что очень часто Бывают случаи Когда встречаешь Даже на улице человека Знакомое вроде лицо Ну а Не помнишь кто это И приходится делать вид Что знаешь Говорю Да конечно Передайте привет И вы Вашему генеральному директору Она говорит Вот вам визитная карточка Ее и еще Она сказала Что вы можете Вот когда она вернется Через неделю Зайти и Забрать автомобиль Забрать автомобиль Забрать автомобиль Любой Нет Десятую модель Жигули Она сказала Конкретно Это помощница Говорит Можете прийти Забрать автомобиль Я сказала Спасибо большое Говорит Но я не знаю Я говорю Бросьте Бросьте Вы с ней отдыхали Год назад На Красном озере Я вспоминаю Что было Что я сделал Прошлым летом Понимаю Что не помню Но говорю Ну ладно Передайте привет Обязательно зайду Отдаю свою визитную карточку Уже поворачиваюсь к выходу Отхожу И вдруг слышу С спины Стоит помощница С визитной карточкой Говорит Простите А Роман Емельянов Это кто? Я говорю Это я Она говорит А простите Наверное Мы перепутали Так что Через неделю Вы можете не приходить Она с кем-то Вас перепутала Вот веришь ли ты Что была такая история Это же губа И машина у меня нет Губа-то уже была Раскаль Ой Ну не то слово Не то слово Я причем Когда сейчас хотел Когда рассказывал Еще хотел про ключи Сказать что уже ключи Брелом уже купил Да Веришь Потряси ключами Веришь Да Ты веришь в эту историю Да Ты веришь в эту невозможную Невероятную историю Да И правильно делает А ведь Это правда Это правда Я поздравляю Пять лет Возле ямы Возле ямы Холм с кулями Выйду на холм Куль поправлю Попробуйте Попробуйте Теперь выпутай У меня точно не получится Можно еще раз Я как бы вот уловить Все хочу Возле ямы Холм с кулями Выйду на холм Куль поправлю Ничего Я запомню Потом когда мы будем Все время отсматривать Эту передачу По несколько раз Я наконец-то ее разучу Возьми на вооружение Это же очень хорошо Выйду на холм И поправлю Холм с кулями Возле ямы Холм с кулями Выйду на холм Куль поправлю Возле ямы Холм с кулями Выйду на холм Куль поправлю Правильно Не, быстрее ты точно не повысит Так, Олечка, пожалуйста В свое время Офис Альтарадио Находился на очень веселой улице Называлась она улица Кирилловская Да, еще не было у нас в принципе версии Блифклуба И поэтому, наверное, ты не знаешь А эта улица была знаменита Своими зданиями То есть на этой улице стояло одно здание Где была какая-то жизнь А все остальные дома были поставлены на капремонт И она была темная Она идет параллельно Суворовскому И там между Советским идет вот эта такая Кирилловская улица И там находилась как раз Эльтарадио И ситуация была ужасающая Особенно вечером Понимаешь, это было как после войны Страшно Это было страшно, не то слово Стояли пустые совершенно окна Мусор какой-то Машины непонятные ездили И вот там мы сидели А в свое время мы Да и сейчас в принципе Мы промотируем очень много концертов Тогда как раз был концерт Бунием Знаешь группу такую, да? Хорошая Но ты был... Три женщины, один мужчина Да, да, да Три женщины, один мужчина Ужасно И вот проходит этот концерт А по договору они должны были приехать в студию к нам Так Подъезжает этот автобус Бунием А на улицу этот ехать не хочет А еще он в свете фар Там вообще было зловещее такое ощущение Понимаешь, что сейчас все упадет Все рухнет Вообще света нет Фонаря нету И им говорят, что нет И тут такая ведущая радиостанция Все замечательно Пойдемте Все смотрим Все хорошо В общем, они посидели-посидели Поупирались А потом так потихонечку Через лужи И пошли-пошли-пошли По этой улице Дошли далее до радио Потом был замечательный концерт в студии Так что вот так мы познакомились с Бунием Вот так вот В темноте В кромешной, можно сказать Ну, гад, они же еще там темнохожие в основном То есть в темноте Ты с ними познакомиться не так уж и просто Я тебе могу сказать Сергей Михайлов, наш программный директор Их отлавливал просто по белым перчаткам По белым перчаткам Да Их иначе было никак не видно Я верю, я верю в эту красивую историю Но разве расскажет генеральный директор Про собственную радиостанцию Неправду Ну, по-моему, запах Конечно, не расскажет Не расскажет Итак, Роман верит и правильно сделает Я с большим удовольствием вручаю Роману Ананас Поздравляю с выходом в финал Оля Но мне хотелось бы В честь юбилея В честь дня рождения Пятилетия Замечательная радиостанция Эльдорадио Сделать подарки И подарки Мы уже сегодня говорили о том Что это Для изучения английского языка Потому что я думаю Что у вас ведь все-таки Очень много англоязычной Саксонской музыки Yeah Yeah И поэтому, естественно Все сотрудники Должны знать хорошо язык Поэтому я с большим удовольствием Вручаю вам Вот только бы мне узнать Какой словарь Language teach Поэтому вот этот С большим удовольствием Я вручаю Генеральному директору Радиостанции Эльдорадио Ольге Масаловой И еще раз хотел бы Чтобы все петербуржцы Аплодисментами наградили Действительно Прекрасную радиостанцию Эльдорадио Где звучит прекрасная Очень хорошая музыка Золотые хиты Где музыки Больше чем слов Я честно могу сказать Что там все мои разговоры В субботу В 14 до 15 часов Программный директор Зажимает Он говорит Пусть лучше музыка играет Но все-таки Мы иногда пробиваемся Иногда говорим С праздником вас С юбилеем Эльдорадио 101 и 4 5 лет в эфире Эльдорадио Итак по случаю Пятилетнего юбилея Популярнейшая в нашем городе Радиостанция Эльдорадио Сейчас в блик-клубе Начинается финальная игра В которой играют Диджеи Эльдорадио Роман Емельянов И Ольга Шмелева Но я так понимаю Под Неугасимым оком Генерального директора Ольги Масаловой Итак Первый финал вышла Оля Поэтому Оля Первый вопрос тебе Веришь ли ты Что первая женщина В открытом космосе Пробыла по времени Больше чем первый мужчина Верю Веришь ли ты Правильно делаешь Потому что Светлана Савицкая 3,5 часа Алексей Леонов Всего 10 минут Чет 1,0 в твою пользу Роман Вопрос тебе Веришь ли ты Что столы в операционных Все изрезаны скальпелем Как разделочные доски на кухне Кирокон давит Так уж Так чтобы Наверняка В нашей стране Не верю Не веришь И правильно делаешь Сейчас становится 1,1 Оля Вопрос тебе Веришь ли ты Что собирание пустых бутылок В лесу Так же как и собирание ягод И грибов Относится к лесным промыслам То есть те люди Которые выходят Вот собирать вот эти бутылки Там из-под водки Из-под пива В лес Это тоже называется Лесные промыслы Серьезные следы Серьезные Конечно Лесные промыслы Да То есть вот как и грибы Как и ягоды Пошла на лесной промысл Не веришь Или веришь Не верю Не веришь И правильно делаешь Сейчас становится 2,1 В твою пользу Роман Вопрос тебе Веришь ли ты Что во времена Всеобщего стукачества В СССР В моде была поговорка Среди стукачей Что каждый стукач Должен в своей жизни Построить дом Вырастить ребенка И посадить другого человека Соседа Была такая поговорка Была ли такая поговорка Это между стукачами ходила Между стукачами Между стукачами Нет Не веришь И правильно делаешь Сейчас становится 2,2 Оля Вопрос тебе Веришь ли ты Что известны случаи Когда многие люди Из-за страха Идти домой По темным улицам Допоздна засиживаются На работе Вот сидят И трудятся Допоздна Потому что боятся До утра Боятся идти По темным улицам Потому что вдруг Кто-то там На Кирилловской улице По голове А это оказался Солист Бонни Не верю Не веришь И правильно делаешь И становится 3,2 В твою пользу Я бы не сидела Роман Вопрос тебе Веришь ли ты Что усики раков По научному По научному Называются антенны Антенны Вот эти вот усики У них Вот эти Антенны называются А я верю Веришь И правильно делаешь И действительно так Все становится 3,3 Оля Вопрос тебе Веришь ли ты Веришь ли ты Что наряду С высшими воинскими званиями Генерал-лейтенант Генерал-майор Генерал-полковник Раньше В царской армии Существовало звание Генерал-капитан Да Веришь А зря Я понимаю Что только женщина Так легкомысина Могла ответить На этот вопрос Счет 3,3 Роман Вопрос тебе Веришь ли ты Что когда Ты надеваешь свитер То как правило Уши и нос Мешают вам Надеть его быстрее То есть Свитер надеваешь на себя Да То вот уши Уши и нос Они мешают Вот это вообще вопрос Для меня Да почему для тебя Для всех Для всех Уши и нос Мешают надеть свитер Быстрее Мешают надеть свитер Быстрее Ну вспомни Как ты делаешь Вот если у тебя беленький Бадлончик Ты сегодня утром Надеваешь И уши И свитер Что Уши и нос Я не верю Не веришь А зря Это действительно так Действительно Мешают Если к тому же Еще узкая берловина То знаете Как правило Мешают И все люди Начинают поправлять Счет по прежнему 3,3 Итак Оля Вопрос к тебе Веришь ли ты Что нелепая смерть Однажды подкараулила Одного американца Который решил убить Свою супругу кирпичом Сброшенным с четвертого этажа Но он сам был убит кирпичом Который в тот момент Когда он высунулся из окна Чтобы бросить кирпич На свою супругу Для преднамеренного убийства Случайно упал с девятого этажа Верю Веришь и правильно Делаешь Это действительно так Чет 4,3 в твою пользу Бывают такие Мужья Роман Вопрос к тебе Веришь ли ты Что рыбаки Увлекающиеся зимней рыбалкой Делятся на обыкновенных рыбаков И на рыбаков-экстремалов Которые выходят на лед Когда толщина льда Составляет всего 2-3 сантиметра Это рыбаки-экстремалы То есть они идут Уже зная Что они должны Но вообще Судя по тому Что происходит В Ленинградской области Нет Я не верю Не веришь И правильно Делаешь Что становится 4,4 Итак Вопрос к тебе Веришь ли ты Что по данным Исследования кинологов Оказываются Служебные собаки Так же как и люди Служившие в армии Как правило Начинают движение С левой ноги То есть по собачьей С лапы То есть ну вот Собака да Служебная Она вот Вот сегодня Роман уже говорил Как бы вот когда вот В армии человек да Он с левой ноги Начинает так красиво Моршировать Потом И собака тоже А? И собака тоже Служебная Не верю Не веришь И правильно делаешь Счет становится 5,4 В твою пользу Вот Роман Вопрос к тебе Веришь ли ты Что самая чистая любовь Это та Которая после бани Самая чистая Самая чистая любовь Это та Которая после бани Нет Не веришь И правильно делаешь Еще становится 5,5 Поля Вопрос тебе Веришь ли ты Что у одного Очень известного В мире пианиста От вдохновенной игры На рояле Очень часто Инструмент просто Откатывался От исполнителя То есть он так Садился за клавишей Хрязь там по ним И так Рояль Он опять К нему подъезжает Хрязь Он опять туда Раз Верю Веришь Остря Сейчас по-прежнему 5,5 И Роман Вопрос к тебе Веришь ли ты Что у представителей Черного континента Африканцев Тоже бывает Белая горячка Да вот эти Черные Да Вот у них тоже Они на это Бывает 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 Веришь и правильно делаешь И побеждаешь Сегодня в блинклубе Со счетом 6,5 Я с большим удовольствием Хотел бы Чтобы сейчас Вынесли от руки Тех Перезрители Которые сегодня Поставили на карту Король Король черви Которая сегодня Помогла победить Не ко мне К Роману Пожалуйста Подойдите Ой Волнуюсь Да ты не на девушку Смотри Ты волнуешься А я просто Давай я просто Открыточку пока Итак Я с большим удовольствием Читаю адрес победителя Город Санкт-Петербург Улица Учительская Дом 6 Квартира 114 Екатерина Екатерина Бабченко Мы вас поздравляем Потому что теперь Вот этот калькулятор Да Этот калькулятор Достается вам Для того чтобы вы ходили В магазин В своем Улица Учительская Это наверное Калининский район Да Или Выборщик Да очень помогает Приходишь с калькулятором Да с калькулятором Костюша Она сразу уже понимает Что обсчитывать Не есть смысла Обсчитывать нет смысла Вот как вас зовут Яна Яночка скажите пожалуйста Вот вы какую радиостанцию Слушаете Смешно спрашивают Понимая что Естественно Яна ответит Это Эльдорадио Правильно А скажите пожалуйста Вот я сегодня уже несколько раз говорил Вот частота Да Вот в какой 101 и С какой частотой вы слушаете Эльдорадио 101 и 4 4 Правильно FM Поэтому Яночка Мы вас поздравляем Тоже с праздником Потому что действительно Я должен сказать Что вот уже на протяжении Я не знаю сколько лет вы слушаете Но я думаю что уже на протяжении Последних лет двух Вы слушаете А вот эта радиостанция В нашем городе Уже работает 5 лет И действительно Прекрасная музыка Золотые хиты Я еще раз напоминаю Что те люди Которые наверняка Помнят эту дискотеку Да Джон Траволта С которой собственно говоря Началось все Дискодвижение Они наверняка Всегда слушают Эльдорадио Потому что действительно Прекрасный выбор Хорошие ведущие Ребята честно говорю И мне приятно Работать в таком коллективе На Эльдорадио 101.4 Поэтому Вы знаете Вам Я с большим удовольствием Потому что Ну хочется чтобы наградили Потому что А вы знаете Давайте продолжим Эльдорадио Вот какой у них Ну как бы вот Эмблема Эльдорадио Там знаете У кого-то бывает Зверек У кого-то граммофон У кого-то еще что-то А вот у кого-то Такое растение Такое Оно знаете Такое Колючее такое Кактус Кактус правильно А там где кактус Там бегают ежики Хотя когда я Альтову Дал такого ежика Он сказал что это Мышка Ну не важно В конце концов Игрушки там точно бегают Это вам От рекламного агентства Постер Спасибо вам большое Ежик это одичавшая мышка Да это одичавшая мышка Поэтому Оля Для того чтобы Изучать английский язык Теперь с мышкой С радиомышкой У компьютера Петь песни на английском языке Я с большим удовольствием Вручаю Вот этот вот переводчик Карманный Электронный Лэнгвич Тич Так звучит это все правильно Поэтому Аплодисменты Ольге Шмелевой Роман Там Сейчас я угадаю Сейчас я угадаю Что я подарю В качестве главного приза Там вот на столе Осталось Итак Вот этот вот Переводчик Лэнгвич Тичер Правильно Роман Действительно Как сложно было угадать Тут даже еще какой-то диск лежит Поэтому я поздравляю Поздравляю Спасибо Спасибо С победой Сегодня в Блиф-клубе И еще раз С большим удовольствием Представляю Ну можно сказать Юбиляров Это Эльдо-радио 101.4 Генеральный директор Радиостанции Ольга Масалова Спасибо Ольга Шмелева Диджей Эльдо-радио И Роман Емельянов Победитель сегодня В Блиф-клубе Ну а с вами С вами Дорогие друзья Мы прощаемся До следующего Воскресения Всего вам доброго